Овес и ламинарии слоевища сухие замачиваем. Процесс проращивания занимает двое суток. Исследованием пророщенных семян льна, пшеницы, овсана кафедры технологии продуктов питания занимаются уже три года. Такие семена особенно полезны для организма, они легче усваиваются. Рецептуру хлебцев ученые из политеха разработали в прошлом году. Использовали овес и гречку. Чтобы ускорить процесс их проращивания, добавили богатую йодом ламинарию, иными словами морскую капусту. Выпекали размельченную смесь при довольно низкой для традиционных хлебцев температуре – 110 градусов. Чем ниже температура выпечки, тем больше полезных свойств сохраняется. Это не то чтобы вкусно, это такой полезный перекус. В первую очередь, когда нужно перекусить на бегу, например, но нет полноценного питания, вот это вот как раз является источником и белка, железа, йода, витаминов, минеральных веществ и клетчатки. Изобретение магистрантов и преподавателей уже получило признание на общероссийском уровне. Так, этот кубок привезли из Москвы. Его вручили на конкурсе «Качество хлеба». Жюри высоко оценило хлебцы за их состав и свойства. Теперь в УЗИ хотят рецептуру продукта запатентовать, а вот с продвижением на рынок – проблема. Проще предприятиям украсть, чем купить у нас этот патент, да? А такой кражи вообще? Да, конечно, эти технологии переходят от одного к другому легко. А такие кражи уже бывали. Анна не стала на камеру озвучивать, кто и как это делал. Но все же, если найдется предприятие, готовое выпускать полезные для здоровья людей хлебцы, в университете пойдут навстречу. Собственно, изобретали ведь на благо жителей и ради их здорового питания. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День. С толком.